МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, мы из Украины. Доброго дня, мы из Украины. Добрый день, мы из Украины. Добрый день, мы из Украины. Добрый ранок, мы из Украины. Играет музыка. Та же бан. Да. Угу. В этом месте? Угу. Бег. Стоит бег. Но тут крупный план. Моего времени дороже. Он сказал, что мы будем ждать застанков, потому что его времени намного на то, что так страшно. Эта алиса мы снимаем. Угу. Хорошо. Добрый день, мы сейчас работаем с японцами. На этой алиси, чтобы не выиграя. Хорошо. Там, у нас в рай, и немцы заканчиваются. Хорошо. Наставьте где вам удобно. Они будут представлены. Да, да, да. А сейчас я не могу сказать. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Нет, я не скажу. Вот это одно место. Не очень. Меняется, но не очень. Я много езжу. Так сейчас выглядит кабинет. Я говорю, да. Не буду показывать. Доброе утро. Мы с Украиной. Мы слышали, что сейчас 俄军ы готовы к包围 этого города. Мы хотели понять, что это правда? Нет, это не правда. Они были вокруг Николаева, потому что еще в марте сейчас они защищаются в районе Херсона. А сейчас呢? Сейчас俄军ы от этого города до этого города до этого города до этого города? От 30 до 70 километров. Они обстреливают, потому что они хотят запугать гражданское население и принудить к переговорам. А также уничтожить инфраструктуру города области, жизневажную, для того, чтобы найти как можно больше ущерба. Это яркий пример. Потому что это не военное здание. Почему для русских важно все? Просто они не смогли взять Николаева. Николаев стоит на дороге. Это центр географический при Черноморской зоне. Они отсюда могут двигаться в любое направление, куда они захотят. Почему вы считаете, что гражданское не было николаев? Потому что лучшие шансы у них были в первые дни войны. У нас было недостаточно вооружения. У нас было недостаточно укреплений. Мы боялись. Когда мы подняли, что мы сильнее духом. То, что мы защищаем свою землю. И мы едины со всеми и с военными. Они начали бежать. Это они сами уходят. Нет. 12 марта 12 или 14 марта Они отступали. Когда мы их Мы все это время их обстреливали. Мы с ними воевали. Когда они поняли, что мы закрываем их кольцо в районе Вознесенск между Вознесенском и Баштанкой. Они бросали технику и убегали. Так. А до этого они еще не вернулись? Нет. Линия обороны Николаева находится там, где мы их отбили 14 марта. Итак. Державный прапор Украины. Аэропорт Куйбакино отбили. Орки уже больше нет. Не понимая. Как? Вот нахуй. Это возле червоного сука. Всякая залупа тут нахуй. Бросили заведенный нахуй. Его заглушили нахуй. Кукусток в Чжан. Бросили Украины. История церковь. Реклама. Что? Орки. Это круглых цветов. Аэропорт Куйбакино отбили. Да, это правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Нет, это несложно понять, потому что у меня демократический стиль управления и довольно свободный график, совещание у меня было на 9 утра. Я просто его поставил на 9 утра. А удар был 8.47. Ооо, ну они так немного позже, да? Да, чуть-чуть раньше они попили. Ооо, на 9 утра? 8.47, 8.50 даже. Я в дороге был, когда ударил ракетой. Ооо, ну на сегодняшний день, кажется, это не хорошо. Нет, у них шансы есть. Ооо, ну, я уверен, что это так, потому что это была ракета Калибр высокоточная, дорогая, и она залетела в окно моего кабинета. Ооо, так же? Ну, на, на, не, все боятся, но не очень. Почему? Почему? Восточная философия есть такой прием, чтобы не бояться, надо с этим смириться. Вы уже умер. Ооо, вот, вот, вот. Я вижу, когда борисовка формировала, то ты уже убирал. двадцать часы. Водопадом. Дорога для clap, Возвращайтесь в Украину. Ни такое доброе, но разбираемся, спасаем. Мутаки редкие это ужас. Дождались пока выйдут люди на работе, ударили жилое здание, а я проспал. но повезло сейчас это был была необходимость тот момент сейчас все говорится и через телевизор и через официальные сайты просто тогда это был единственный источник потому что многие испугались и не работали но там же же не шучу и не шучу отчеток хода фонсиша это был самый быстрый способ и я не знаю знаю что люди любят честность и когда надо было людей успокоить и показать что русские не такие страшные как они хотели бы чтобы их представляли это помогало нашим военным и гражданским сопротивляться я уверен потому что мне за это спасибо говорили очень многие люди войны мы так здоровались с военными и с ребятами с подразделения которыми были в первые дни это помогает объединяться с точки зрения патриотизма самая большая проблема то что умирают люди каждый день вторая проблема это вооружение и припасы для того чтобы мы могли освободить территорию всей украины это проблема для меня как главы области то что мои граждане наши области умирают это реальный моя пресса на самосече убьем всех русских ну сможет конечно дело в том что исторически мы всегда сражались за свою землю независимости и это наша земля пока они на ней мы будем с ними воевали как только они будут у себя но мы перестанем представьте себе что южная корея напала на японию говорит отобрала третий говорит ну все давайте дальше дружить я что южная корея напала на японию отобрала треть территории говорит ну все мы не хотели давайте дружить так и оставим там за майкан на чеку украина чинтой као лысо джинной питья на хоя с хуже улыбки джинны кончан дайдер но не южная на потому что мы правы и как бы мы же не выбираем то есть вопрос стоит другом бороться или сдаться остальное это уже инструменты какие у нас есть больше армия меньше армия то есть решение бороться или сдаться решение бороться ребята америка нападала на горды вьетнам армия было намного больше вьетнам боролся и выиграл еще не имеющийся тоже вина и я могу чем-то руси ангаром журман нет я не думаю это мы как украинская армия на своей земле будем отстаивать свою территорию скважин та йдемо шляхом окремо хочемо зробити забири зі певденного буку на 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 майбутнє з осмосом для того щоб ми могли бути безпечні з точки зору адміністративних наших кордонів для того щоб не залежали ні не від кого основна проблема це бізнес запустити роботу портів що хочеться в середній строковий хотя в перспективе забезпечить логистику щодо вивозу зернових які в нас є бо фермера маю тенденцію зараз будувати собі склади це правильно тому що є певний час потрібно на того щоб вибудовувати логистики я не планировал таких шагов ну тощо че вибудовало вислово вислово вот так да я подумаю Доброго вечера, мы из Украины. Я хотел бы сказать, что для нас это проблема каждый день, для вас это война в телевизоре, какая-то далекая, но по сути это война правды с неправдой, добра со злом, и нам всем нужна помощь, пускай не военная, пускай технологичная, связь там, что угодно, но мы находимся в той ситуации, когда нам приходится страдать из-за другой страны. Субтитры создавал DimaTorzok